Свадебные наряды 1950-х-2010-х годов. Платья, туфли, мужские костюмы, аксессуары, венчальные короны, а также множество черно-белых фотографий, метрические книги, свадебные альбомы и приглашения на торжество. Все это можно увидеть на выставке «После покрова. Невеста готова», которая создана на основе экспонатов из фондов музеев Бреста и Пинска, а также частных коллекций горожан. Выставка, посвященная конкретно свадебным обрядам, свадебным нарядам на территории Брестской области, проводится у нас первый раз. Хотя ежегодно мы проводим различные выставки, в том числе и из фондов нашего музея, как коллекционного, так и тематического профиля. Фонды нашего музея позволяют нам формировать различные временные экспозиции на основе коллекций нашего музея. Сегодня мы храним более 175 тысяч предметов основного фонда, но и можем комплектовать такие выставки, в том числе и данные узкой направленности, как свадебные обряды. Данная выставка, она насчитывает около 300 предметов, как из наших фондов, так и те предметы, которые передали нам на временное экспонирование жители города Бреста. Идея пришла в голову по причине пополнения наших фондов именно этой коллекции, потому что, ну, в общем-то, платья к нам поступили в основном в прошлом году, и сразу, в общем-то, в один год 8 платьев это уже повод говорить о коллекции. Здесь у нас сегодня представлено их 15, и платья, которые характеризуют не современное время, а именно уже то время, которое стало нашей историей. Ну, поэтому возникла такая идея, нам показалось это интересным. Эта выставка, она очень добрая и позитивная, и мне кажется, каждому что-то тут может быть интересным. Поэтому я на самом деле надеялась, что будет много людей, и надеюсь, что они будут приходить каждый день, знакомиться с этой выставкой в обычные дни. Название выставки «После покрова невеста готова» отсылает к народным традициям. На Руси к этому времени заканчивались все осенние работы, и сельские жители могли позволить себе отдых. Именно поэтому покров считался самым подходящим временем для свадеб. Урожай собран, излишки проданы, а значит, у хозяев есть деньги, чтобы сыграть свадьбу. Но какая свадьба без свадебного платья? К этому вопросу невесты подходили с трепетом и душой. Ведь кому, как ни к ней, прикованы взгляды жениха и гостей? Свадебный антураж – это в жизни молодой девушки, а потом женщины – это всегда какая-то веха, изюминка, память, воспоминания и, я бы сказал, ностальгия. Девушка к этому празднику готовится почти всю свою юность, чтобы выйти красиво замуж. Соответственно, должен быть антураж, костюм, платье. Поэтому это и мода, и тенденции этнической местности, где она проживала – это декоративно-прикладное искусство. Это моделирование от высокого уровня брендовых фирм до местных маленьких кутерье в деревне и в городе. Поэтому это всегда привлекательно, особенно если показаны годы развития свадебного платья. Платья 20-х годов были, как правило, короткими, с подолом разной длины. К ним, как правило, прилагалась свадебная вуаль или шляпка. Большинство были белыми, хотя также встречались оттенки слоновой кости. В 50-е и 60-е годы 20-го века невесты отдавали предпочтение моделям в стиле мини, а в 1970-х, наоборот, пользовались популярностью свадебные платья в пол. Как правило, они были из гипюра с простым кроем, но это компенсировалось длиной, фатой и перчатками. В 1980-е многие девушки и женщины вдохновлялись свадебным нарядом принцессы Дианы. Период 1990-х уже характеризуется большим разнообразием моделей. А вот предпочтение невест начала 21-го века – это полет фантазии и креатива. Сочеталось, несочетаемое. Рюши, асимметрия, глубокие декольты, рваные подолы – классика и ретро-стиль. Мода циклична. Мы сейчас говорили о том, почему короткая мода была. Это был такой взрыв мини вообще, мода мини. Это был взрыв в 60-е. И то, что свадебные платья появились, именно коротенькие мини, ну там кто-то чуть до середины колена, кто-то еще короче. Это было закономерно, потому что это был взрыв мини. Шляпки, ну это уже было так, кому-то нравилось, кому-то нет, но мини вот именно этим объясняю. А вообще, конечно, мода есть мода, она меняется, и свадебная мода тоже. Интересные модели с хорошим дизайном, а нет уже разницы, они лаконичны или очень насыщены декором. Понимаете, шедевр, он всегда шедевр. После покрова невеста готова. Так что, милые незамужние брещанки, если вы не можете определиться с платьем своей мечты, то до декабря у вас еще есть время заглянуть в краеведческий музей, на выставку свадебных платьев разных годов и найти свое, то единственное.